Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Это продолжение моей партии за Голландию в Сидмерс Цивилизейшн 6. Вы слышите Алексея Халецкого, и я вас прошу перейти к первой серии этого сериала, если вы смотрите не с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра! Советую как бы отбиваться ему войну, чтобы торговые пути не ходили. Ну у меня еще с ним союз некоторое время. Ну правда ко мне по-моему и не ходят. Или мы достаточно одного торгового пути? Одного торгового пути. Одному достаточно. Грек, как обычно, взял, объявил. Судил меня опять за что-то. Ты здесь как даже повод искать не надо. Майер, да? Старые обиды. Ну сейчас глянем, сука, в начале хода будет. Ну тут, значит, надо лунную экспедицию запускать всем, как хотите. Делаю. Китайцы-то уже делают, но тут, как бы, там, ну, 8, но меньше десяти ходов точно. Даже с текущими показателями. 101, ребята. Нет, было 79, стало 79. Вход 5 ходов где-то у нас. Не, ну, у него те, которые надо набрать, растут тоже. То есть, было... Ну, он, разница на 9 уменьшилась. Ну да. Было 79, стало 70. По-моему, да. Так это хорошо, что я ему не отдал торговца. Реально себе тогда отдал, как я хотел, он бы тут уже... Да, ну так, как бы, легко еще может выиграть. Че, дизайнер? Легко, ты, конечно, загнул. Ну, ну, не суть, как бы, ходов-то мало осталось. Так, надо пойти, наверное... Вот, ну, первый шаг надо Сандро побыстрее убить, тогда, как бы, у него станет гораздо меньше туристов. Сколько отнимется? Сколько он Сандро поднял? Димка, сколько Сандро поднял туристов? 18. Ого. Ого. Я там китайцу, крии, шотландцу, по-моему, отправлял предложения какие-то прошлым ходом. Сейчас глянь. К вам не приходит, что ли, или... Держи. А, я этот... забываю. Там нож висит, вроде, как напоминалка. Да, висит. Слишком много этих. А вылазит столб такой, знаешь, за этот... Да. Чё, непомятно, шо-то. Фильтр, наверное. Самая прикольная разница между тематическим бонусом и стандартным бонусом, это 9 очков туризма. Ну, это в два раза, по-моему, больше. Нет. Нет. То есть, а тема, там, за тема, по-моему, 27 туризма, туристов дает. Ну, я могу сказать, такая, что мне сейчас музей приносит 63 туриста. То есть, с темой, без темы, 54. Странно. Не, а это археологический музей, ты же забрал там 300% от этих, всё-таки? То есть, получается, на тему 300% не работает. Странно. Надо было просто, чтобы он спутник достроил, он бы слетел. Слышишь, а тебе сколько до спутника качечка осталось? Да, да, да. Два хода. Вот, как раз посмотрим через два хода, сколько это даст минусы. Сколько в меня прилетит ядер? У него же, по-моему, есть, течёный, да? Нет, нет, у меня нет. А, у тебя просто плюс 100, да? Да, ну фигня. Ну, Кри тоже есть, плюс 750. Так, может, он сейчас построит скотник. Арчи, дай ему доставить. А, Арчи, наверное, Арчи убил его ядром, наверное. Мне жмрут от ядра. Скорее, Арчи бы вот его добивать, чтобы туристов убить. Ну, у меня столица упадёт сейчас, и всё. По факту, больше там надо забирать особо поеднее. Сейчас, разница 70. Масанкани, серьёзно. Да. Да. Кожеленью. Всё изменилось, чё? О, Карфаген. Или ход ещё не начался? Опять Карфаген. Освободился. Поляк, так захвати Карфаген. Я вас с одного удара захватываю. Вот такой он тоже. Систематически, у меня систематически всех губеров сбиваете, что? Я уже ничего не делаю тебе. А нет, там персидский парень. Персидский губернатором не занимается. У него другие задачи были. Но у тебя, к сожалению, озарение закончилось. Так что, всего доброго. До свидания. Был приятно пообщаться, приходите ещё. Кстати, надо ещё... Блин, что это такое? Не ругайся. Что-то там. Надо выяснить, что... Короче, у поляка надо Рейну где-то. Или у него нету Рейны? Вот, из Радома надо Рейну убрать у него. Потому что она там ему даёт... Она даёт только Радома. Ну и что? Ну ничего страшного. Удваивает очки туризма от шедевров изобразительного искусства, музыки и литературы. Удваивает? Всё-таки. Сандра, сколько ты можешь бомбить? Они вообще не стреляют по тебе. Так ты мне столицу разру... Короче, я курить. Я нервничаю слишком. Ну, смотрите, 111 на 172. Он каждый ход плюс 9 получает. Это ГГ. Катичка, помоги, доби. Сандра, алё, ты там рядышком. Сандра, мой союзник. Серьёзно, короче. Он в союзе, я с ним. Сейчас кончится уже. Игра. Пара ходов и всё будет окей. Сейчас игра закончится, всё. Польша прям в самом центре карты. Это просто идеальный центр вообще. Что, кстати, позволяло им отправлять торговые пути ко всем игрокам. Без проблем. Грэй, а ты ничего делать не собираешься, кстати? С кем, с Польшей? Ну, он сейчас ближайший претендент. Не, ну, а... Мне надо ввести армию через кого-то. Я обвинил Польшу всё. Успокоиться. Нет, чё я вижу персидские армары. Которые... Да они там плавают. Очень страшно. И они приплывут ко мне, там, по всей карте плавают. Он с этой настроил. Ладно, лодки строятся, стареходы. Их можно и без арсенала строить. Это уже лодки, причём они капельные. Ну, их даже не надо в эти... Их выгоднее по одной строить, чтобы больше было. Ну, конечно, по одной. Зачем тебе армады лодок что-то с ним делать? Поэтому они и строятся быстро, собственно. У Диумин, ты, короче, вообще не ходят уже. Сейчас на этот единственный уран у перса. Нет, ещё у него где-то уран. А где же у него уран, интересно? Под каким-то лагерем? У меня под лагерем, по-моему. То ли здесь. Тут алюминий. Под каким-то районом тоже. Давай, смотри. О, культурная победа другой цивилизации. Точно. Больше необходимо добиться. Ещё у одного игрока. А это один игрок. Чё, ты, я запустил. Арчи, да? А нифига не работает. Что на встречу ход? Те же надо культуру это потратить. То есть, подкрывать цивики там, наверное, так. Блин, ну мы на тоненького прям. То есть, ему осталось 51. То есть, по-хорошему, 6 ходов. 6 ходов. До победы Польши. Кстати, там только Арчи остался, кого не перебили. У них одинаковое правительство. Если Арчи поменяет, по идее, будет чуть мягче. Там, по-моему, как-то так это работало. И кто-то ещё с усердием продолжает снижать у меня лояльность в Гааге. Тарк. Или же это не я. Я отвечаю. Меня, ты видишь, не понимаешь, что он сидит. Такой, подползал, блин. Хватит, что ли? Самолётов. Походу, да. Но ещё один. Не хватает движения. Арта, арта с беспилотником, она должна достать. Не, не. Не хватает движения танка. Танка. Тачечка, провал, там речка. Ты планируешь забрать или нет? Вот эти, рядышком, города такие. Сандра. Ну, так. Прямо сейчас надо? Да, он уже не успеет. Нет, через четыре хода, когда Димка выиграет турист. Через четыре хода, окей. Нажимаешь ещё один ход и забираешь. О, головы. Я всегда так выиграю. А что, вы не нажимали ещё один ход? Смотри, там польские головы в Краффагене. Вот и Арчик космопорт построил. Я спутники даже не исследовал. Тут ещё одна проблема. Как бы, качечки осталось одну теху только исследовать для наушной Победы. То есть, тут как-то герметика, качечка. Нет, серьёзно. Ну, у него ядерный синтез, а на технологии исследуют только робототехника. А робототехника это самая, ну, самая простая, по-моему, для исследования. Ты сейчас запускает на трёх этих сразу проекты и всё. Пока вы там поляку бомбите. Понимаешь? Это же не с инженерами, что я могу идти за один ход. Да, я понимаю. То есть, по сравнению с тем, как у тебя быстро построились и спутники и прочее, конечно, у тебя всё грустно. Сколько быстро. Очень долго строились. У меня Магнуса убили, тех убили, если спутник, допустим, с нормальным инженерами строился. Сейчас у меня вообще промки нет. Да, мы все тебе сочувствовали. Все тебе сочувствовали. Слушайте, то, что Качечка там запустится сейчас спутник, это ничего не решит абсолютно. Он запустился, потому что туристы идут по сути. У него три космопорта, у него три космопорта уже построено. Я сейчас насчёт туризма говорю. То, что он сейчас запустил спутник, это ничего не решит в плане того, что это никак не поможет. Я понимаю, но смотри, поляка можешь остановить ты. Понимаешь? А на Качечку... А, ну окей, я сейчас всю карту один остановлю. Остановите его. Нет, ну ты послушай, тут вопрос в том, что делать с Качечкой. То есть, например, тот же Перс может на него посбрасывать ядерки. На те города, где у него космопорты есть. Но не на все. Почему на все? Ты же подплыл там лодками уже. Ну, ещё нет. А, ну видишь. А что я на Перса свалю? Так и я могу посбрасывать, собственно. Ты можешь посбрасывать. Да, кстати, Лёш, вот ты из моего аэродрома до себя не достанешь. Мы сейчас можем окопали все состроить. Бомбардировщик-то построить. Купить. Лёш, дать тебе денег на бомбардировщик? Давай. Ну, если он очень богатый, можно купить, конечно. Как он не умер? Кликай, Сандра, кликай, как никогда. Ну, тебе надо два клика сделать. Блин, реактивный бомбардировщик Кри разграбил рудник. То есть, эти прилетели на бомбардировщики, взялись там, пошли. Пошли, и рудник такой разграбили обратно. Воу, чё началось? Опять Арчи. Да, вроде, Фарчи все принимать можно. Наса spent millions of dollars inventing the ballpoint pen, so they could write in space. Нет, тут я ничего не буду менять пока. Чё, ну, бился, что ли? Да. Он поехал и взорвался. Об город. Брехи. Неудачник. Вражеский шпион сорвал ракетостроение в Амстердаме. Интересно. Сколько стоит построить? А, это ты, Китай, значит, делаешь? Ну, ты мне отомстил. Нет, я ракетостроение. Я мщу за то, что ты мне этого убрал, кого зовут. Ну, ты понял. Блин. Короче, я уже запутался, и губернатор вот этого Мангуста. Магнуса убрал. Мангуста убрал. Мангуста убрал. Это, ну, он там два проекта строит уже, конечно. Конечно, строит. Это позывной. Да это вранья. Беор Мангуста. Два строит, да. Ну, перс, ты кидаешь, и я кидаю тогда. Вот, то есть, такая ситуация. Хотелось бы ему внезапную войну объявлять вот только. Ты же перс, тебя только убил. Для меня она будет официальная, понятное дело. Давай чего-нибудь подожжем еще. Суть в том, что это, алерт же будет. Да, ну я же не я. О, алерт, о чем ты? Не, ну если ты так настаиваешь, я на тебя скину. Да, настаиваешь, залютно. Уговорил. Нет. Просто на поляка я не могу скинуть, у меня с ним союз. Да, могу скинуть на поляка. Недолго, правда, еще, но, по-моему, лучше сейчас остановить китайцы, потому что я поляку ничего не могу сделать. Собственно, перс, даже если он подплывет своими подлодками, тут, ну, на Гданьск, наверное, максимум перс может что-то добросить, да? Слушайте, я могу скинуть на поляк. Ну, отлично, сбрасывай. Только ты не знаешь, что на тебя никто не сбросит? Да мне на поляка, ребятцы. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание Леша Рептилоид. Получите лично от меня приятные бонусы для старта. console.war.ru Он все три с ним не в союзе хотя бы с Китаяц. Кто? Ты, я, нет, что давно уже. У меня только, нету, каста в союзе с Польшей. Я кинул только после того, как кинет перс. Ну, это начинаете с персом, уже сейчас Кибор ждать. Это интересная идея, а я кинул после того, как кинет Гаванец, давайте-то так рассуждать. Ну, значит, сидим, ждем, когда. Я не хочу получить... Вы экономите для чего? Мы не экономим. Я тебе объясню, почему я не хочу. Потому что если я кинул, получится алерт, который ты можешь принять и напасть на меня с другой стороны. Мне этого не надо. А если от перса получит алерт, только я на него могу напасть, получается, на перса. Но я не буду его принимать, потому что нету смысла. Вот у меня такая логика. Грей, ну... Это, ты, может, нападешь? Или будете в эту играть игру? Кто... Кто не прогнется? Он уже два проекта поставил. Им один остался, последний. Китайцу, если что. Все, объявил. Ип, а как он за один ход это сделал? Ну, вырыбил под Магнусом, наверное. У меня нет Магнуса. Так, ну ладно, теперь давайте. Кто кинул? Перс. А где он? А, в Шиньяне он строит последний проект. Ну, так... Слушай, поляк, так и ты, может, тоже объявишь? Тогда уж. Я не дотяну до туда. Там... Там, где он строит, я не дотягиваю. Все, нормально, достай. Все, вон уже герзи дотянулся. Ну, ну, по-моему, мало. Какая-то, объясните мне, каким образом он последние два проекта за один ход сделал? Супер офигенной вырубкой и домиком в правительстве. Да, у него же там рабочий и... А, рабочего за один ход, да? Да. Это один раз только рабочего можно нажать. Один раз в ходе. Да, верно, верно. Ну, а ставить рабочего по одному заряду? Нет, надо больше заряда. А, чем больше заряда, возможности пользуются. Да, это раз в ходу. То есть это не как обычно... Не, ну, понимаешь, тогда нужно было вокруг космопорта так построить рабочий кружочек. Чтобы так все... Ну, да, 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 да. Завёл, нажал, завёл, нажал, завёл, нажал. Ну, я так и состроил за Китаю в своё время. Не, ну мы как бы этим ничего не добили. На ценность. Не, ну, осталось только это доскинуть просто на эти космопорты. Пока он их чинить там будет. Каждый ход кидать я не смогу. Короче, смотри, отчего-то запускал тебя ядер, и ПВО сбило самолёт с этой ядеркой. Да? Мне пришло оповещение. Юни... Ты аж пропал. Говорю, сбило самолёт. Мне пришло оповещение. Ну, то есть, не ядерку сбило, да, а именно с самолёта. То есть, самолёт сомсбили. Это происходит... Не факт, что... Мы это уже проверяли. Мы уже проверяли это происходит, когда бросаются ядерки с аэропорта или с шахты разрушенного города. Это какой-то... Ну, это, по-моему, баг, потому что это очень странно. А-а-а, ну, это у меня как раз самолёты стоят в аэропорту, который в столице, а столица захвачивала. Да-да, вот типа такого. Ну, самое интересное, я бомблю с этого аэропорта Арчи. Нормально. Партизаны на самолётах. Мне нравится. Хороший тип. Так, мне как-то тут надо... На себя никто не хочет кинуть, там космопорт-то есть. Я не достану. Ты чё, убил? Я тоже не достаю. А у тебя там подлодок нету? Нет. Ну, настолько близко нет. Ну, ты подлез, блин. Не понимаю, как вы не достаете до Сиане? Ну, у меня же поляк, поляк. У меня шахта в сторону Кри была. Ну, купи, купи инженера и следующим ходом подрать шахты. Ты тоже должен... Я купил. А, так, Гаги уже всё. Ну, из Гаги тоже должны долетать было. Долетали бы, если бы он мне не разрушил там пусковую шахту. По-моему, всё прибег. Сандра, ты мне инженера, что ли, убил? Да. Ой, блин. Я посмотрел, ползут какой-то инженер. И... И... Лол, вообще, ты погоню. Это инженер, который на... Апорт? Нет, инженер, который хотел построить шахту и запустить её куда-то. Слушай, Ферс, ты же говорил, что у тебя на дофига этих ядер, то есть только три. Ну, всё, теперь я Сандра не убью так быстро. Не, я могу больше кидать. Куда? До Сиане я не достану. Грей, у тебя возле Сандры нету случайно? А где у тебя... Ну, на сердце... Дзяо Дун. Можешь кинуть? На том же параллели, где и Сиане. Так как вы так кидали ядерки и не спальвали в городах, вы не готовились вообще, вертолётики не подводили? Они внезапно начали. Они не знали, что это быстро. Кто готовит, ты что не помнишь, как всё произошло? Как все равно, и у меня возле тебя стоит, возле Димки стоит вертолётик. Я не граничу с Китаем. Алло, я не граничу с Китаем. Как не граничишь, если граничишь? Ну, посмотри, там горы. Посмотри, там горы. Я могу проходить только к Персу и к поляру. Я тебе покажу метку. Господи, а что у Персов-то произошло? Все горали? У меня все, да. Вертолётик заезжает в один ход туда. Кидали. Я скажу, у меня как бы... Мы с Китаем, когда приняли этот кризисный союз, он видел все передвижения моих войск, а я его. Поэтому как бы... Очень сложно, внезапно было что-то сделать. А что за кризисный союз был? Ну, Арчи. Поэтому... Ну, то есть, Грейд тебе нафиг надо бы его принимать, по-моему. Не, ну почему? Я бы его даже выполнил. Деньги нужны были. А как ты его собирался выполнить? Да там задача захватить эту столицу. Там у Арчи нет нифига. Ничего себе. В том танк, танк съезжает в один ход, как бы, и забирает ядерка, также в один ход прилетает. Китаец, в принципе, видел там все. До сих пор там армия стоит. Так что, все? Конец? Не, ну почему с космопортами-то мы ему разрушили? Дим, подожди. Подгоняне есть космопорт. Я не построил. А тебе неинтересно, да, Димка? Я веду инженера для шахты. Я не знаю, какой... Димки там не было шахты. Я вижу ее. Я вижу твои шахты. Она достаёт. А куда надо кинуть? В Сиан. Не в сам Сиан. Смопорт там сильно выше. Смопорт выше, я не достаю. Выше Биг Бена. До Биг Бена надо достать. Хорошо, а эти шпионы у кого-нибудь сидят там, чтобы ракетостроение? У меня шпион на следующем ходу только будет. Свободен. Ну, мы же в один ход сфиг начали. То есть, у меня там тоже на шпион. Да блин, позволили ему все это построить просто. И он в один ход закончил. Ух, как? Четыре кризиса. Я еще дружусь, бигейцы. Явно что-то. У меня все висит, короче. О, мне удалось у него все они губернатора нейтрализовать. Нет, мой губернатор все. Я могу все они кинуть. Кинь. Я хочу варча. Но тогда не кидай. За что? За что? Собьют, не собьют. Полетел, полетел самолет. Ну. Да, убил там Сэм. Сэм типа стрелял, но я так понял, что ракета пошла. Блин, я сейчас гави реально отвалился. И где взрыв? Ага, ага, вот он. Я, кстати, до сих пор твои войска вижу по какой-то причине. Замал, я твои нет. Вот эти две подлодки сверху стоят. Ну, в общем, багнутые союзы на самом деле. Эй, ребята, поехали. Так я могу и на них скинуть-то не хочу. А, там чуть-чуть, там, да ровно столько, сколько надо. Так, что-то ремонтировать. Так на Сиан ничего не прилетит в этот ход, да? Нет. Я не достраиваю ее этим ходом. У меня все упало, очень долго теперь состроит. Я тебе говорю. Вот ты Сиан целенький, невредимый, что ты мне рассказываешь? Ну, я вам говорю, что следующим ходом я точно не улетаю. Ну, значит, через один, ну, максимум. Грей, ты не можешь на Сиан скинуть? Нет, ну, тут меня это слишком далеко. Там есть аж три человека, которые рядом с ним. Но я на следующем ходу смогу. Ну, если, да, если мы ее тут починим, то следующим ходом нормально будет все. Пограничил Китая, кроме поляка, целая. Этот поляк, че, нормальный парень? А ты с ним в союзе или нет? Нет, я его судил, чтобы не было соблазна заключить сейс. Тебе надо тоже, Арчи, быстрее Сандро захватывать и с той стороны как раз отрываться. Иди еще и Качечку убить, понимаешь, Арчи, ты тут главный длинный. Ну, бил мне инженера, я все, я уже не смогу быстро захватить Сандро и всю арту мою поубивал. Каким, а, ракетой? И ракетой, да и самолетами просто убивал ее. Качечка, расскажи все-таки, куда вот эти кучу денег? Ты же явных на что-то потратил. У меня минус 300 вход. Ну, сейчас, да. У меня был давно минус 300 вход. Это при апе, да, когда много... У меня тоже минус есть, я живу с минусом. Так он не апал, у него арбалеты до сих пор ходят. Ну, я не могу, все. Он перестроил войск явно, и на тот момент было видно, что он не сможет даже близко содержать эту толпу. Хорошо. Арбалеты или Шиньян? Перс, а ты на Шиньян кидал... Перс, а ты на Шиньян кидал со своей территории или с подлодки? Со своей территории. То есть, подлодки твои не смогли туда прорваться. Ну, мы видим, он видит все мои юниты, понимаешь? Как они могут прорваться, если их видно? Очень крутой баг. Прям ты хоть не заключай эти... А, нет, это не баг, подожди. Это же было конкретно написано в вашем кризисе, что это будет видно. Объединяется. Сейчас я... А, да, слушай. Это не баг. То есть, мы воюем, но при этом видим все юниты друг друга. Прикольно. Потому что вы участвуете в этом кризисе. А, да, да. Да, да, да. Все правильно. Я все его войска тоже видишь без исключения. Хотя, может, все-таки это баг, по идее. Ну, если мы начали воевать, должно это все спадать. Если так логично рассуждать. Вы же перестали быть союзниками в кризисе. Ну, не союзниками, но партнерами кризиса. Ну, механика игры, видимо, не предусмотрена. Хотя нет, я строю ядерки, извините. Что ты говоришь, Грэй, уран ты дать? А, ты со мной в войне. У меня тоже только один. Ну, так получается. Это у нас или Китай, или Польша, да? Какой Китай? Какая Польша? Сейчас закидает, я говорю. Как только дело приближается к явному концу, начинаются закидывания. Знается, ядерная зима. Слушай, Китай, а что ты на Польшу ничего не кинул? Как бы на меня кинули, что я должен на нее кидать? А, ну, логично. Доставаешься ты никому? Тогда ладно. Тогда никаких претензий. Просто перс с Китаем оказывается не в войне. Они могут кидать ядерки, но не в войне. Я вспоминаю, что это был такой баг, кстати. Но, правда, тогда этот был дебильный баг, что чувак может кидать ядерки, но войну объявить нельзя ему. Вот в начале, ну, в начале, когда игра только вышла, что ставится его. Такая тупизна была. Тут хоть можно друг дружке что-то кидать. А ты вот спрашиваешь, Арчи, почему они не захватили города. При этом получается, что вы в мире еще 60 ходов. Ну да. Вместе в космос полетим. Согласен. Сейчас Арчи как подъедет, как в нас напизделье. Да. Или... Димка. Может и Димка. Всех. Ну, понимаешь, только Димка мне объявляет войну, в него летят ядерки. Ой, да не будет это столько ядерок. Что ты рассказываешь? У меня было 9 ядерок и 2 термоядерки. Я из кида... И сколько ты уже скинул? 5,2. Че, опять в Сиане закинули? Че? В смысле, опять? Потому что мы не достаем до Сиане. Никто... Не Сиане, а Шэнь... Вот этот вот... Шэнь Юань. У меня достижения пооткрывались какие-то. Неожиданное предательство. Че ты предал кого-то опять? Сандро всем объявил войну. Боже мой. Что ж, кризисов, там целый список, он уже не помещается. Ау. Да. Теперь цель... Паундмейкер. Я? Ты? Добей, добей бедных инду. Не живри, у меня 2 города остались. 2 забрали, 2 сожгли. 2... Ты видел этот китаец? Ты что, рыцарем ударился? Мы снова в войне, друг. А как? Ха-ха-ха! Нет, слушайте. Что тут происходит в начале хода, блин? Эй, эй, эй! Что такое? Это нечестно. Я могу все равно переходник забрать, что за прикольное? А на тот ход был мир. Крюхай. Здорово. чё произошло да какая-то трэш происходит абсолютней он закидываем бейся говорил на этот ход сможешь чет я не врубаюсь я считался я не могу от движения а почему мы сарчи теперь в союзе короче все вот эти друг на друга и какую ты последнюю принял с тем ты в союзе а предыдущий закрывается надо читать оказывается серьезно надо читать нажимать не надо сразу кнопки я просто не всегда жмак и потом думаю нет блин я всегда просто жмак и кассичка ему два хода улице ты в курсе арчи верни столицу сегодня за этот ход прибавилось всего три туриста ну ладно я тогда пропускаю ход у ребят у меня вообще какой-то игра заиграла новыми красками реальная резервация отдал города по все пар и я его не могу атаковать так хоть кого-то поубивать можно на самом деле у самолетиков есть тоже улучшение набить наземные юниты станция скорость там плюс 17 сразу да да кто куда опять кинули а ну ты что-то ты я дырку туда кинул что а воду да у нас не там вы выразили этот эсминец он с история я купил бронировщик бронюшки дай данный космопорт его я ошибся на 025 ходами не хватило я вот втал ветку не могу постараюсь шахт я ядерки снимали строить поэтому не скоро где где ты говоришь хочешь построить димка где ты хочешь построить в каком городе в будущем а вот вижу да вижу так ладно чину я не видишь там ничего нету за дэнонцию как-нибудь раскидать и я ладно ладно ребят войне поляка тоже а я думаю почему танк мой жив блин неужели ты его не добивал короче в конце игры просто слушайте ну тут получается так что сандро присоединился к кризису против китая так и присоединился арчи к этому кризису из-за этого у них обоих союз ну не союз они заключили мир уже вид то есть получает тут надо следить за этими кризисами реально все если ты воюешь с человеком и там мама будем кризис выпал то либо надо от него отказываться либо средства 2 как ты посмотришь что другой человек его не примет это такой кстати способ мир заключить внезапно я не думаешь катя что это баг но вот баги что никто все накладывается видимость открытые границы кстати грей у тебя до сих пор открытый у меня как бы для тебя открытые границы посмотри да отлично ты сможет давным-давно там не в союзе я и я на сайт за кризис я смотрю на к а ух да и зачем чего началось скинуть что ли на арчи ай вот этот город ай это было больно раз китайцы явно хочет улететь неопредалимое желание к улету подводите и унит и кси аню я очень как надо раке юнити подводить центр центр китая там нет нет я не могу мне три пас слушай вот объясняю туда я дотянусь смотрите у меня как гага разрушена то считается что я не могу купить то есть написано требуется район аэродром хотя он меня есть но пока город разрушен пара город разрушен он видимо не работает как эти ракеты ну как и шахты тому как эти ядерные ракеты сандра таки да есть ли что у меня ракет нет там у меня есть авиация блин так что делать откуда методы кидаются врагу не сдается наш гордый сианя пощады никто не желает ну качка следующий ход не не все они ни в коем случае а так вот ты мне объявил войну получается ты принял ядерный кризис против меня из этого объявилась войны кризисов конечно дофига раз два три 4 5 6 оборонять город сиан 40 ходов есть куда-то делись мои авиации она улетела а посмотрите на культурный все последний ход говорю там за что ход побоялась всего это как его 3 очка пропускает поляк все мая пикин лучший город по небесному вы и я круто за что я нашел то ребята это мы живем прошел здесь здесь ракета одну клетку ремонтировал в город конечно же я сделаю буду такое веселый походу я не следующее умбана лула рост бомбану и вся энтерпички Ну всё, Димка выиграл. Поздравляю тебя. Красавчик, Димка. Китаец, кидывай дальше. Ну да, куда кидать? В себя. Ломай, туризм меньше будет, наверное. Но это не точно. То, что у тебя шахта стояла в Пекине, это, конечно, реально круто было. То есть оттуда? Да, я захватил Пекин, смотрю, там шахта стоит. Ну надо оттуда запускать. Отлично просто. То есть я не дотягивался до сиали. Представь, как бы едет танковая колонна захватывать город, и за ним как бы везут ядерку. Ну запустить проще из Пекина, что там шахта есть. Ну логично. Короче, Грей всё испортил. Ты же Грей сейчас кинул на Пекин, да? Нет. Поляк? Не я. Ну я кинул на Космопорт. Ну надо сиянь захватывать, и тогда вообще уже без шансов. Да нет, тогда не вариант. Пекин хватил, зараза. Черт. Ну нормально меня еще за брус кохода. Господи, ещё сколько кризисов. Черт, конки кризисов Черт, конки кризисов. Ещё, главное, два кризиса против китайца. Отстаньте, на сволочи! Коляски в бой! Блин, опять всего плюс три пришло. Величественный дзадзун. Та всё в зелёном. Ты снимаешься, касчика у меня в 2D. я солнце не вижу чего происходит где понятно пекин так такие руины современный город только да и в 3d посмотрю наоборот намного информативнее для меня посмотрите колизей посмотрите колизей вообще краски красавица 15 от этого термо ядерная 15 12 ядерная а по-моему зависит откуда ты откуда-то там именно самоустройство чуть перешим я не строят нет да я даже не ценя не строится да да и зачем проблема не проблема над давали щенок поэтому я поэтому 2d играет потом видно что штук не строится учетами строится на эти все зеленые данные крокета с молотком там сейчас арте горящий город горящий курдал сейчас строят центр коммерции еще скажи было все испортил что за что за сосед мне попался или будет идея зиму твоим соседом так в том и дело что просил кто тебя просил сидел бы там себе тихенько взял уничтожил все снизу пришел и меня убил три года 4 года а зачем ты тут жжёг город да боялся что его заберу обратно и пинуть ледер ну все ребят я долго был без урана так что мои ракеты того дальше сами у меня через три хода будет ракета я могу пульнуть куда куда хотите ну варчи могу бросить куда-нибудь вот в стерлинг а кстати это союзник мой я в него не кинул такой союз такими друзьями и врагов не надо да вот этот поговорка как раз из этой серии забрался в столицу жугорода там ракета вон до сих пор между прочим не знаю чего на эту ракету агрите какая ракета вот ракета потратил ядерку 2 танк 2 армии современных танков как минимум там было что на 2 больше чем у меня грёбаные ядерки что там еще случилось это что-то происходит я вообще не могу понять оборонять горы краков вот это я понимаю вариант давай я уже давно обороню всего лишь саргадов чп даже шестая пришло за эпоха четырнадцать эпоха и О, теперь ведь Китай мой союзник. Так нравится мне! О, могу город захватить обратно. Теперь мы с Арчи воюем. Класс. Что это такое? Что происходит? Что происходит, ребята? Что это? Арчи не ожидал такой удар. Так, тут мы не вечер. Ай, забали. Просто пиздец. Может, тут еще на поля кинет? Я уже не кину. Может, Леша на поля кинет? Танки-то уехали. Все еще союз. Стопался. Это ваш все еще союз. Где-то у меня кони были. Что самое интересное, мы с Арчи воюем, но при этом пока еще видим друг друга территорию. А вы и до конца будете видеть. Я тоже вижу. Шотландия, поляк, посреди на предложение? Ой, блин, короче, ех ты. Слушайте, у меня закончился с ним союз. У меня есть ракеты, но я какой-то там кризис принял, и поэтому не могу ему объявить войну сейчас. Подожди, у нас еще до сих пор союз. Смотри на объявить внезапную войну. Некоторые игроки из вашей команды являются друзьями или союзниками игрока из данной команды. И поэтому не удастся атакой. Я бы сейчас тебя забрал все три города твоих вот этих ближайших. Ну, я понимаю, да. Из-за того, что ты тоже что-то принял. Короче, сейчас надо очень много думать, либо просто отказываться сразу. Интересно, а если правительственная площадь сломана вся, работают эти здания или перестают эти... Нет, наверное, нет. Ее же у меня нету сейчас. Они работают. Чем-то захватил, разрушил Калиш. Хороший город. Кому летел? Ну, все там туристы. Победили. Да, да все, ну что ты говоришь. Последние три ходок по три туристы шоу приходили. Такая по три на два ходу назад было 150. Смотри, два хода перед этим пришла по три туриста. Сейчас пришло больше. Я не знаю, там то ли рандом, то ли еще что-то. Я зацепляю эту механику не знал. Суть в чем? Суть в по сути я бы мог. Арчи, Арчи, прими, пожалуйста, предложение там идти кинул. Это сейчас надо принять. Так, еще один самолетик. Ну, топ-то тогда в следующий раз просто отказываться от этого, чтобы не было таких ситуаций. Ну, либо читать. Нет, просто надо смотреть, кто участвует в этом кризисе. Если участвует тот, кому ты, с кем ты воюешь, или кому ты собираешься бить войну, то, конечно, нельзя в нем участвовать. То есть кризис выскочил, предложила тебе и еще трем человекам. И если мы согласились, и оно прошло, то мы автоматически входим все в союз. Ну да. Мир заключаете автоматически? Ну, смотри, у меня стоит три вертолета, шесть ядерок. Я вот на этот ход планировал сейчас забрать Плотск, столицу и Гданск. И тогда он точно не улетел бы. Вот, это и легко делать, если там два клика. Хорошо, посмотри, Арчи. А мне ты можешь объявить войну? Я посмотрел, вообще никому не могу. То есть все, кто в союзе, ты не можешь объявить, но все, кто в кризисе. Вот на тебе написано, если не прошло, нужно число ходов восемь, в скобочках, после заключения мира число ходов, в которой действие станет доступно, шесть. А на Димку я наложу. А на Димку я наложу, у меня вообще просто написано. Внезапная война не удастся. Некоторые игроки из вашей команды являются друзьями или союзниками игрока из данной команды. Ну, я только через три хода могу объявить Димке войну. А это, видимо, как раз для этого много, да. Так подожди, Арчи уже в союзе с большим. Ну, в союзе у меня там даже истекает, ноль ходов было написано. А, так это на этот ход он еще действует. А на следующий ход? На следующий ход. Ну, сейчас посмотрим. Ну, точно на следующий ход. Хорошо, подожди, так если Арчи не может мне объявить войну, так получается, и он поляку не сможет, я-то не в союзе с Арчи. Сейчас посмотрите. Вон, примите, этот кризис точно объявим. Не mind the maneuvers. Не mind the maneuvers. Just go straight at them. Грей? Какой кризис? Мне не пришел никакой кризис. Ну, это только Сандра и... Мне пришел, да, мне пришел. На троих в этот раз. Ну, следующий ход тут ТГГ. Поэтому можем. Ну, следующий ход, да. Вот, да. Поляк, с Диалдун не можешь захватить? Нет, не хватило. Солен за Дуна. Ну, че у меня за Дуна захватывает, я не понимаю, вообще. Тихо, дошло. Так все-таки получилось? Ну да, последний ход был с Союза. Блин, вообще бипец какой-то, бля, свой. Че, че, че творится? Побомблю Карфаген. О! В Тань-Йоань? А, это вон бомбардировщик летит с ядеркой. Сколько же можно, да? Ребят, ну вы, конечно. Банить надо ядерки как-то. Ну, немножко. Ну, это вообще жестко. Жжет. Забрапал. Она ж была. Короче, у меня есть юниты на этой клетке, но я их не вижу. Люблин, какой. Китаец-то видишь юниты на клетке надвоенном лагере? А я нет. Персик, у тебя уже вернулся уран, да? Тебе не надо уран. Пипец. Че творится-то? Ну, я не могу воевать на них, если честно. Что, что? Подожди, а тут ракеты летели. Что ты не можешь? У меня два юнита стоят на одной и той же клетке, я их обоих не вижу, и игра говорит, что у тебя там юнитов нет. Но если кликнуть мышкой в туман войны, ты их выберешь. Здорово. Я тебя про уран спросил. Про уран я сказал уже, что мне не нужно. Уже не нужно, окей. Правда, это не поможет, походу. Ну, сейчас узнаем. Ты, по идее, два моих самых культурных город забрал. Джинсы, джинсы, джинсы плохие. А, стоп, качка, а у тебя воин на этой клетке, да? Да. Ну, я скрин сделаю. Офигеть, блин, сколько сообщений. У нас стоит три юнита на одной клетке и не могут двигаться, их не видно. Три юнита, вижу их. А еще по два раза бьет ядерная фигня. Я не могу очистить. Ну, я разрядился полностью у него. Карфагенска, ты нажив. Это игра о том, как город Карфаген боролся за свою независимость. Да. Выжил, победил Карфаген, да, в итоге? По-хорошему, да, он единственный, кто выжил. Не, вы посмотрите на то, что вообще творится на карте. Все в зелени, все забомблено. Кайф, кайф. Реально, только Арчи в своей тундре, вот его никто не бомбил. Все остальное... Никто не бомбил, но там сам Арчи бомбил. Нападайте на поляка, нападайте на китайца. Что вы его не захватите? Да, да. Ну, все правильно. Я говорю, это правильно. Вообще-то, как-то странно мне показывает, что у меня ядерное устройство есть, бомба, иначе я ничего не могу. Значит, нет? Не, ну, мне наверху показано, что у меня две ядерки, одна термоядерка, шахта есть, ее никто не разграбил, накинуть я ничего не могу. Слушайте, ну интересно, ребята, четыре туриста осталось. Четыре туриста, выиграет поляк или нет? Выиграй. Ну, заканчивайте ход, выиграй вперед. Я, кстати, не могу закончить ход, у меня висит, что у тебя кризис, но я ничего не могу сказать. Ну, shift enter. Shift enter, я это закончил тогда. Давай, shift enter, интересно это, да? Подожди-то, мне надо выбрать тут, что-то. Марс вот эту. Ну, да, а в двух городах по одному ходу оставалось. Не хватило. Сейчас, наверное, ума. Ума, да, не хватило. Нам было под конец ходу, пока марта. Вроде нет, вроде прошло. Ночь. Да, ходу. Не, ничего не изгрузилось, сходу. Не изгрузилось, походу. Не, идет игра. Мне тут опять кипят. Не, ну что, я не расхожу. В минус пошел. А если он... Пять уже не хватает, да, видите, ему не хватает. Да, зараза. Да, ну. Класс. А че там все они-то? Там космопорт как жив. Нет, нет, там пиздец. А, ну вот, теперь видно. Ты подсветил своим юнитом у меня свой космопорт, спасибо. Да, пожалуйста, там... Тебя там нет. Еще не будет там уже. Так, иди, открывайся. Больше всего бесит, конечно, что тут города разрушаются. За один ход. Не, ну в том плане, что я, наверное, мог бы перехватить обратно город. Че, стеревел? Задимка не взял? Фу. Зараза. Да как повезло, именно в этот ход у меня закончился. Слушайте, ну киньте уже на шотландцы тогда что-нибудь. Он единственный тут без... Ядер... Без ядерной зимы сидит. Я не доставил. Не, ничего. Мне пишется, что я могу ремонтировать за 999 ходов. У меня промка минус 3,8. Это у тебя, наверное, золото. Да, по нулям. Причем странно, у меня было... 3000 запас. В минус 300 вход. Причем, арбалетчики пригодились. Чх, вот зашел с клетки, а тут мотопехота появилась. А она там была, это тот воин нафнутый. Че за жесть вообще? Санс себя засрал в проход. У меня, кстати, нет починки почему-то. Знаете, что самое интересное? Так, мы сейчас все поразрушали, поразрушали. В результате у меня дохрена веры в ху. Не знаю, почему, но посмотришь, почему ты появился. Останьте от Сианя, животное. Да сколько уж ты ядерок этих, слушай. Нет, это ядерная зима, это конечный жест. Просто все слегки, уже закончилось. Что? Не, ну я... Все, стараюсь. Я всю игру предлагал насить, активничать. О, у меня опять юнит пропал. Он как бы есть в городе, но его не видно. Старался. Режим? Ну, среда. Пойду инженером подсвечу его, может, увидишь. Да-да-да. Сандр, он убьется головой об этом. Даже на нуля. Наверное. Наверное. Сандр до сих пор живой, охренеть. Писавчик. Я че-то начинаю, знаете, болеть за поля. Странно. Не получится. У меня туризм упал больше, чем в два раза. Давай, я верю в тебя. Но у тебя прибавляется. Нет, наоборот, он мне в минус ушел. У меня было 4, не хватало. Сейчас не хватает 5. Ну, было 176. Не хватало 4, сейчас не хватает 5. Арчи уничтожил города поляк, а теперь у меня Гага не будет независимой. Перестала лояльность влиять. Нет, ну смотри, прикольно же. Столько всяких приколов происходит. На следующий ход Краков освобождается. А у кого там мясо разделываешь? Это у меня. Я слышал, как топором. Че там, жертвы-то нет приносишь? Хочешь победить в этой партии? Нет, просто отбивнушки тут делаю. Взял 5 куриц, назвал их Арчи, Грей, Качечка и Димка. И вот молотком лупашу. Стресс сбрасываю. Каждый ход, че кто-то умирает, я не знаю где. Он пытается подойти к Юаню и сдох. Класс. Все же зеленое просто. Что случилось? А, мы с Китаем мир заключили. Ну, ладно. Ну, мир так мир. Че, там космопор достался, конечно? А, есть. А все, в поражении. А кто, кто? Димка? Да. Ура. Да, все-таки победил туризм, а как? А почему? Победил туризм, а все-таки. Ну, видимо, там накопилось, грубо говоря, там же... Как, там неравномерно же в ход приходит, да? Вот, а типа, сколько накопилось очков. Вот, и поэтому, может быть, в один ход один прибавится турист, в следующий десять, допустим, да? Слушай, ну, вот честно, это победа уважуха, прям. Я, я не ожидал, что тут можно, находясь в центре карты, в центре карты на восьмерых победить культурой. Это прямо... Да ты знаешь, я сам не ожидал, я на самом деле все... И главное, в течение всей игры постоянно говорили, давайте Польшу распилим, давайте Польшу распилим. Надо было, сразу, да. Тем более, я штуку голды придал. Причем я, на самом деле, я сегодня даже из-за того, что мне сначала не мог говорить, думал, что, наверное, не получится сыграть. Ну, вот, думал, что, мало ли, все равно в центре карты. А оказалось... Ну, там по великим людям, если посмотреть после сотового хода, я там удвоил их количество. Да, ну ты, я так понимаю, именно всяких художников, писателей этих... Да, я крутил проекты просто нон-стопом. Вот, на этих трех. У меня были... У меня из всех мест мне было заполнено только две книжки. Все остальное было забито. Вы посмотрите, посмотрите. Обязательно, войды прикольно. Нет, нет, обратите внимание. Total units killers. Сколько кто убил юнита? Характеристика игроков вообще в целом в партнерсе. Посмотрите на эту белую полоску задолбанную. Которая там зашкаливает прям. Арчи. Тих, кто это? Это Арчи. Убил сколько людей, а? Мясник. Посмотрите, вот я культурно победил. Вот никого почти не убил. Total Wonders Constructed. Это он китайцы на штамповалку. И Динго. Вот жалко, что тут нету графика туризма входа, а не культуры входа. Ну да, они не королируют. Я, кстати, построил больше всех зданий. Количество этих, видите, великих людей... Ну, великих людей, я вот начал крутить. Ну и еще, Качечка, скажи, сколько тебе реально до победы оставалось? Ход 2? Два. Если бы не забрали Сианя. Если бы забрали... Три. Ну, вы два раза забрали... Ты знаешь, мне кажется, ты тут, знаешь, ты слишком быстро эти два проекта сделал. Тебе надо было построить лунную экспедицию. Не, подождите, надо было построить лунную экспедицию, сагрить всех на поляка. Типа, ребята, вот он сейчас... Потому что там сколько? Шесть ходов оставалось у поляка. Вот когда бы все напали на поляка, тогда тебе надо было достроить и закончить эту науку, видимо, так. Смотри, как было. Там рабочий вот один ход уменьшал примерно. И я в Сиане тыцаю рабочего, когда там два хода остается, чтобы следующий ход все три закончить и улететь. А он берет и два хода сразу тыкает, и у меня одна деталька закончилась. Я такой думаю, ну ладно, значит, все заканчиваю, рублю три леса, еще одного рабочего вязаю в другом городе, тоже четыре хода деталька строилась, заход построилась. И еще один город не дотянуло, и там один ход строился. И вы меня попалили и сломались. Попалили. С поляки, блядься. А если бы получилось... Я пока не отхода это сделал, все, то было бы нормально. Но нам же нужен эпик. Нам же не надо фигать. Я, кстати, хочу что сказать. Говорю, если ограничивать ядерное оружие, то это как-то там сподвигнет пораньше, значит, воевать. А то все ждут там. Ну придет он ко мне, я кинейдер. Ну да. Вы знаете, что самое интересное? Я сейчас нажал, вот, проиграть еще один ход, и почему-то написано, что мне туристов не хватает еще двух. Читер. У меня вот 182 и 184 написано. Ну это читы. Да, да. Я все-таки с 4 до конца. Ну, когда-то же надо учиться. Погодите, я посмотрю. Да, действительно. Знаете, сколько не хватило? А, паудмейкер, кто это? Это я. Это Крем. Ты можешь нажать еще раз и отменить паузу? Дело в том, что я уже вышел из игры. Ну, дай, скорее всего, комп, да. Знаете, сколько мне не хватило? Подожди, Арчи. У меня проект вот этот 895 из 900. Пять промки. Пять промки. Карл, пять Карл. Хорош. Тоже я скриншот делаю. Вот, давайте посмотрим, как мало не хватило качечки для победы. Всего пять производства. Он на своем канале выкладывал со стороны Китая видео и прислал мне вот нарезку. Видите, он заканчивает рабочими строительство проектов и случайно одним рабочим полностью его построил. Это способность третье здание в правительственном районе, когда вы рабочими можете ускорять проекты. Тогда ему приходится другими рабочими вырубать лес, чтобы ускорить проекты в оставшихся космопортах. Но ему все равно не хватает одного хода. Обратите внимание, один ход в его проектах в Шиньяне и в Шанхае не хватает. То есть у него только две детали не построено. И каждая эта деталь сделана... Вот у него убивает в Шиньяне проект. Он тут отстреливается тоже ядерными ракетами. Ремонтирует там космопорт. Космопорт стреляет по персу радостно под веселую музыку. Ему в Шанхае... Он там ремонтирует космопорт, но ему буквально одного хода не хватало. Уже отремонтировал космопорт. Вот видите, в Шиньяне один ход ремонта. Начинается война с Польшей. А так как он объявляет войну Польше, то поляк может на него кидать ядерки и начинает у него захватывать еще города. Ну, это вы видели в этой серии, собственно. И вот, посмотрите, в Шиньяне сверху один ход... Нет, даже чуть больше, два хода остается до последнего проекта. Там уже достроилось. То есть у него последний проект не достроен. И вот, обратите внимание, сейчас будет... Что не хватило? Пять производства. Пять производства для того, чтобы победить наукой в Китае. И дальше ему уже не... Он уже не успел отремонтировать космопорт и запустить этот последний... Сколько все на тоненького было в этой игре? Это провал называется. Знаешь, мы все посчитали. Все должно было получиться. Но что-то пошло не так. Классно. Пять пробки. Пять пробки. Совет вовремя и то провал, и там пять. Не, ну классно. Вообще игра, я хотел сказать, получилась. Партия, по-моему, интересная. Но с учетом того, что все-таки... Я, например, в игре еще... Первая игра разбираюсь. Мне Арчи показал, как там... Ну, у меня не получилось так, как бы, сыграть, как он мне рекомендовал. Но все равно... Нет, ну ты пошел в Веру. Вот, а я тебе говорил, что если ты идешь в Веру, тебе бессмысленно идти в темный век. Но я просто взял, попробовал все новое, что вот ввели. Потому что, ну, старое мы играли. А здесь хоть что-то есть свежее. Мне захотелось попробовать это. Ну, вот меня то, что порадовало, то, что действительно можно вот собраться и после... Ну, я, например, после сотого хода только подумал, что надо бы идти в культуру. Потому что я везде отставал очень сильно. И буквально из ничего поднял вот так вот очень быстро. То есть у меня, считайте, шесть городов только было с культурными районами. Все. Угу. Санра, не хватало? Говорю, камикадзе какого-нибудь справа у фланга, чтобы он там наводил шухера, блин. Вообще там Грей был, тот еще, тот камикадзе, в принципе. Он мог там пошуршать. Но у Грея была позиция, на самом деле, прикольная. Я вот потом посмотрел там на эти горы. То есть если бы ему чуть-чуть завезло больше территории, ну, там вот этот полуостров или остров, как хочешь так его называют, вот эта сопля. Ну, вот получалось бы, если бы он имел там больше земли, то реально, хрен бы его кто-то выковырял бы оттуда. Только максимум испанец какой-нибудь мог бы приплыть. И все. Там проход в одну-две клетки через эти горы. Хорошее место. Ну, не для ядерок. Не, ну, с точки зрения обороны-то она хорошая. Когда вначале ты отстаешь, как бы тебе броняться-то уже не надо, поэтому мне все равно было с игру. О, пауза отпустилась. А так, в целом, интересно, согласен. Ну, опять-таки, то, что не было. Ну, не знаю, интересные игры сейчас стали. Санна, ты говоришь, что я по тебе стрелял, там у меня было плюс 9. За разведуправление. Это разведчики, которые просто сидели у меня и изучали город? Ветчика сидели, просто почту перебирали. Ну да, шпиона. Почту перебирали. Что ты делал? Что ты перебирал? Хотите, 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 нет? Но вот как раз таки то, что вышел в последние эпохи, в золотой век, мне помогло победить. На самом деле. Подождите. Я с тобой союз заключил. Там карточка какая-то, которая дает тебе. Там не карточка, там просто одно из четырех вот этих вот направлений как раз на туризм. И что там за... Кстати, я не хотел спросить. Вот это вот. Она... Сейчас, не знаю, карточка лучше скажет, он сейчас в игре уже закрыл. Ну, короче, скриншот. Она удваивает от парков туризм и плюс 60% от чего-то еще не помню. Вроде как мелочи, но получается, наверное, больше. Смирно, если вроде там... А, чудес. Да, где есть губернатор. Да, где есть губернатор. А у меня губернатор в каждом городе стояли. Ну, да. 100% туризма от парков и 50% от чудес. У нас губернатор. Ну, в общем, сейчас культура очень важна. А где вы это смотрите сейчас, скажите мне, пожалуйста? Ну, в целом, я думаю. Ну, открой там справа в конце. Исторические моменты? Нет. Карточка эта, которая 100% опыта. Она вот крутая, там качаться, вот просто идеально на ней. И Александра приехал, у меня уже были пятые, четвертые уровни. Это в тёмном веке? Да. Она там жрёт золото много, там ППП плюс 2 на содержание на каждого. Но если золото там нет проблем, то... Элитные войска, да. Качаются юниты очень, да, элитные войска получатся у тебя, если там кого-то с кем-то повоевать. Кантак, по-моему, и называется, элитная арна. Да, элитные войска называется. Плюс 100% боевого опыта в 7 юнитах. Плюс 2 на содержание каждого юнита. Интересно, интересно. Это ещё не разобрались и на этом, я думаю... А скриншоты можно? Сюда тут можно кинуться. Можно что-то интереснее делать. В Steam. Или вам не надо? Да, спасибо, спасибо всем за игру. Горошая партия, Динка, молодец. Было интересно, да. Поздравляю, конечно, офигительная победа. Эпичная. Нет, сам не ожидал. Всё, всем удачи в дальнейшем. Пока. Да, удачи. Спасибо, что застряли до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы царили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.